всем привет пришло время раскрыть тему почему же canon r6 это фуфло потому что своих видео я об этом говорил но я считаю что недостаточно с чего я хочу начать если у вас есть деньги если вам хочется крутую игрушку покупайте и не парьтесь это действительно вот если так ставить задачу хорошая камера если вы готовы потратить сколько она там стоит две с половиной тысячи долларов если вам просто хочется самые крутые технологии задык ну как сказать адекватные по поводу адекватности этих денег мы поговорим но если вы готовы потратить легко не влезая в кредит вам не нужно копить вы не напрягаетесь вот просто взяли и купили берите камера пушка все вопрос закрыт по какому поводу пишу я именно это видео не об этом если вы легко берете покупать эту камеру все вопросы сняты а чего мне бомбит когда люди начинают вот доказывать что нет вот для коммерции надо чтоб там и начинается перечислять всякая туфта то есть технологии вот там все будет по-другому надо накопить надо взять r6 надо собраться там из последних сил потому что картинка будет другая в чем я в корне не согласен что там все будет по-другому понимаете одно дело вы покупаете и как телефонная кстати себя снимаю ну тут хотите новую модель телефона потому что это прикольно я вот себе снимаю на лжи в 60 о котором я упоминал его еще и на слайдер поставил в 4k hdr мне самому интересно что получится в общем и я купил как игрушку то есть мне нравится и прикольно это 4k снимает резко и в hdr еще и составом и вот также тут вы можете купить потому что вам хочется поиграться вам хочется эту прикольную штуковину но если мы ставим какие-либо конкретные задачи хоть какие-нибудь то мы понимаем что это просто слив денег потому что я всегда но в своих видео говорю о рациональном подходе о том что мы понимаем что и зачем мы делаем а также люди начинают рассказывать там отслеживание там животных лиц всякая вот это дребедень репортаж будет сниматься по-другому послушайте если мы говорим о репортажной съемке под которую люди р 6 очень сильно позиционируют и я не спорю что она для этого подходит понимаете в чем дело одно дело подходит а другое дело если в этом реальная необходимость то есть насколько вот это дополнительная маржа дополнительная сумма которую вы заплатите за r6 относительно canon r относительно mark 4 но не в одну сцену по-моему относительно mark 3 что она вам дает с практической точки зрения не с позиции того что мы сейчас будем загибать пальцы ой там такой автофокус ой там все такое другое вот если мы не от этого будем отталкиваться отталкиваться от реальной задачи и от рынка о том что эта камера вам ни хрена не увеличит прибыль и ни на что не повлияет потому что если вы хотите снимать репортаж то его можно отлично снимать на canon 5d mark 3 и вообще не париться потому что если вы берете именно инструмент для работы то он не должен быть слишком дорогим это просто полнейшая глупость это знаете как это как если таксист покупал себе там я не знаю новый lexus потому что он будет надувать щеки рассказывать как это круто что все будет по-другому хотя знаете в такси там все-таки есть бизнес-класс премиум классно будет хоть хоть какая-то надбавка за более дорогую машину хотя и пропорционально стоимости этой машины в такси хоть как-то эта разница будет раскрываться то фотокоммерции вообще ни хрена r6 для фотокоммерции это чушь и бред полнейший причем я этот бред слышу как от людей ну новички понятно там люди у которых нет опыта они думают что другая современная камера будет вот совсем по-другому снимать им больше заплатить денег но эту глупость мы оставим понятно что у людей нет опыта они себе придумывают какие-то конструкции это знаете когда мне в комментариях спрашивают а вот 6d mark 2 и 90d это полупрофессиональные камеры или профессиональные да какая разница слушайте канон у себя на сайте какое-то время назад дюймовочку называл профессиональной g7 mark 3 у них была надпись профессиональная я кстати следил а потом они перепозиционировали под блогерскую потому что под фотосъемку сейчас дюймовочки продавать это это нереально и они сказали что она уже для блогеров то есть какой рынок так производителя называют это все туфта полнейшая чтобы вам впарить просто камеру знаете спрашивают почему тебе канон не дает камеры вот послушайте это видео шучу так вот если вы выбираете инструмент для работы в него вкладывать дополнительные деньги за технологии это чушь и бред потому что слушайте ну а как же люди снимают и по сей день на mark 3 им нормально или на nikon d700 это та же история что не до d700 репортаж не снимается надо d780 там все будет по-другому чушь полнейшая чушь дальше знаете как это все оправдывается ну я думаю что вы знаете начинаются рассказы там же матричный стаб слушайте матричный стаб к репортажу не имеет практически никакого отношения и мне не перестает от этого бомбить от этого не то что глупости идиотизма полнейшего ну ну серьезно съемка репортажа подразумевает съемку людей если вы снимаете людей то эти люди даже если они сидят они все равно подвижно то есть внимание выдержкой с которым вы снимаете людей это как правило от одной сотой но если очень статичных можно одну 60 но это стремно то есть так что вот если вы в темноте снимаете вам нужно поставить какую-то выдержку но очень статичное мероприятие но одну 60 но на одну 60 человеку 2 нет рукой она будет размазано вот так наклоняем голову во время съемки и она тоже будет размазана но это это на грани но так что статичных людей комфортно снимать 1 100 если вы снимаете движущихся людей но 1 200 1 160 а я уже говорил об этом идущий человек медленно вот заходит зал церемонии в загсе идет я это проверял неоднократно если вы ставите выдержку 1 сотую он уже получается смазанным вот они с невестой заходят в зал минимум нужно ставить но 1 125 лучше 1 160 исходя из этого уже подбирается иса и диафрагма ну там иса там будет где-то смотря какой загс конечно там 2000 там тысячи диафрагма там 4 что все было в гриппе условно и при этом понимаете к чему я вот эту сейчас отсылку иду к выдержке потому что матричный стаб это все про выдержку и выдержка в репортажной съемки навсегда но она не может быть длиннее некоторого предела то есть вы не будете снимать людей на 1 30 поймите а выдержки там в районе 1 сотой вам даст любой объектив но если смотрите теперь фокусное расстояние еще лекция по поводу дубильного матричного стаба потому что в данном случае он дубильный то есть если вы снимаете на теле объектива понятно что там выдержки но чтобы снять на 1 сотой допустим на фокусном 200 миллиметров вам нужно нужно нужна стабилизация но почему люди игнорируют тот факт что на всех нормальных теле объективах которые созданы для репортажной съемки то есть классический 70 200 там есть оптическая стабилизация которая очень хорошо работает все уже продумано давным-давно матричный стаб нихрена не меняет в работе репортажного фотографа да можно искать отдельные исключения вот у меня есть 135 . 20 ей матричный стаб помогает это знаете он не то что вот все радикально меняет как это преподносит гений в комментариях он вам чуть-чуть подстраховывает он помогает да но это не то из-за чего нужно рассказывать что это камеры из-за матричного стаба она нужна для репортажной съемки еще раз матричный стабили репортажной съемки до лампочки потому что вы или работаете со вспышкой или работайте со светосильной оптикой и вам так или иначе нужно ставить достаточно короткие выдержки такие И выдержки, на которых вы снимете и без таба, и в конце концов, люди, ну сколько у Canon объективов с оптической стабилизацией. То есть можно подобрать что угодно, на любой вкус и цвет. Если у вас есть, конечно, конкретная задача. А если мы не рассказываем технологии ради технологии, я такой четкий пацанчик, у меня самая современная камера. Потому что вот эта психология по поводу RF6, она мне уже реально напоминает Sony Boy, о чем она мне бомбит просто. То есть это психология человека, который ничего не понимает в камерах, но всем рассказывает, самая технологичная камера лучше всех снимает. Вот мне вот там где-то рассказали, в рекламе производителя, которому нужно продать эту игрушку, он рассказал, что матричный стаб, все будет по-другому. То есть человек ни хрена в этом не понимает, но просто как дятел начинает это все повторять. Это то, с чем я пытаюсь хоть как-то бороться. Потому что, еще раз, вот с чего я начинал. Если у вас есть деньги, вы покупаете камеру для души, или вам просто хочется игрушку, или вам просто легко ее купить, да берите и не парьтесь, это хорошо. Я против того, чтобы мы рассказывали, что там вот все, вся коммерция ляжет перед ваших ног, там можно выполнять такие задачи, какие на старой камере нельзя выполнять. Да что это за бредятина просто, ну полнейшая. Как фотоаппарат эта штука ничего нового не приносит вашу работу, она дает вам игрушки, с которыми вы можете поиграться. Да, матричный стаб, тем более, что на каноне он топовый, да, он работает. Можно с этим играться, что-то придумывать, там, не знаю, ночью что-то с рук подснять, там, что-то как-то, подчеркиваю. То есть, ну есть такая штука. Ну это вот как в телефоне, там, 8К, там, в телефоне, знаю, 4К, 60FPS. Ну приятно, но сути не меняет. Хорошо, конечно, но если вы умеете снимать и понимаете, как это работает, то вы поймете, что вам отлично зайдет и Canon R, и, о ужас, даже 5D Mark III, если вы хотите снимать репортаж, фотосъемку. Потому что там уже есть необходимый набор, все там есть. А с R6, получается, то, что я вижу в комментариях, люди без понимания того, как это все работает, что, зачем нужно, начинают рассказывать, не, не, технологии, все, все. То есть, камеры снимет за меня. Вот самый большой предрассудок, с чем я безуспешно пытаюсь бороться, что надо купить покруче камеры, чтобы она все сделала за меня. Вот почему меня бомбит от R6. Потому что, да чтобы они не придумали в какой-то новый R36, это сути не поменяют, что нужно понимать, как работает выдержка, диафрагма и так далее. То есть, если вы умеете снимать, вы не паритесь. И еще хочу вернуться к теме с таксистом. То есть, по поводу вот дорогого инструмента для коммерции. Это, как минимум, нерационально. Потому что, во-первых, в части фотосъемки для клиента, это вообще без разницы, на что вы там снимаете. Во-вторых, вот проводя аналогию с таксистом, таксист, если он хочет вот прям бомбить и зарабатывать, он возьмет какую-то бушную машину и будет на ней, там у нее есть пробег, я не знаю, условно там 200 тысяч, он намотает на ней еще 200 тысяч и заработает на ней. И продаст ее там чуть-чуть дешевле, чем он ее купил. И вот в этом плане, точно так же с фотоаппаратом, если вы хотите прям бомбить репортажи, у вас с какого-то перепуга так много заказов, что вы их прям бомбите на потоке, то вы очень тщательно берете себе бушный 5D Mark III. Это нужно делать мега тщательно, потому что там, конечно, можно попасть с этой камерой. Но, тем не менее, то есть разница в цене, бушный Mark III стоит в 4 раза меньше примерно, чем новая R6. Ну, я не знаю, почему сейчас бушный R6, но в любом случае разница между этими камерами в цене просто колоссальная. А задачу они выполняют одно и то же. Вот, вот, и там, и там 20 мегапикселей. А, ну да, в R6 же другие ISO. Люди, ну, ну, вот это-то мне тоже бомбит. Во-первых, там ISO такие же, как она, R и на Mark IV. Ну да, на Mark III чуть-чуть слабее ISO. Это да, но они там уже тоже достаточные. Ну, что нужно уметь работать со вспышкой, со светосильной оптикой. А так люди спрашивают в комментариях, а какую камеру купить, чтобы вот со стандартным объективом мне любые ISO накручивать? Да никакую, потому что нужна или светосильная оптика, или вспышка, или штатив. Камера не решает. И вот про R6, это вся история про то, что волшебная коробочка сделает все про меня. И, кстати, в руках я держу другую волшебную коробочку. Это мой любимый топчик Canon 100D. Ответ на вопрос, а что же мне купить для предметной съемки? Вот. А, здесь 18 мегапикселей, да, чуть-чуть меньше. Потому что есть задачи, все, что с импульсным светом, там вообще не важно, какая у вас камера. То есть, горящий башмак для синхронизации, и все, вообще без разницы. Но кто-то R6 даже для предметки берет, я таких одаренных видел. Из позиции реальных съемок, реального результата, R6 фотографу, про видео я сейчас чуть позже говорю, фотографу, ничего принципиально нового вообще не дает. Да, я еще не прошелся по спортивной съемке. Мне вот человек один писал, что вот, я люблю снимать птичек, у меня было 7D Mark II, я купил R6, я очень доволен, она определяет эту птичку в небе, и супер-пупер, и она лучше 7D Mark II. И я абсолютно не буду спорить с таким подходом, потому что это то, с чего я начинал. Если вы фотолюбитель, вы можете себе позволить, то вы получите удовольствие от этой камеры. Она быстрая, резкая, четкая, там с кучей наворотов новых. Но это не про выполнение задачи, потому что птичек и спорт можно отлично снимать на 7D Mark II и по сути на кучу других старых зеркалок. И все там будет хорошо. Да, этот R6 будет определять эту птичку в небе, это реально приятно. Я на R5, а у меня нет с собой R5. То есть у меня есть R5, но я все время снимаю себя на кропчике, потому что он не легче. Вот вам R5, R6. Да, так вот по поводу птичек. То есть это не значит, что эта птичка станет принципиально красивее, лучше. О чем я, кстати, говорил, вот что дают R7, R6, они вам позволят этих птичек снять на видео гораздо круче. Вот по видео, да, там есть преимущество. 4K60 для таких съемок это реально прикольная тема. Но по фото, это вопрос вашего желания поиграться в игрушку. И все. Не вопрос реальной задачи, не вопрос того, что фотки станут лучше, и то, что он открывает принципиально новые возможности. Она открывает принципиально новые возможности увеличения доходов Canon. Это да. Бесспорно, потому что это топовая камера, и все на нее повелись. Там же два слота, там же джойстик, все, купил и профессионал. Ну, с этой позиции да. Но не с позиции реальных задач, сколько уже можно раз повторять. Я называю R6 фуфлом, потому что люди приписывают ей те свойства, которых у нее нет. Они думают, что у них фотки станут другими. Ни хрена они не будут другими. Вот что меня возмущает. Эта камера чисто маркетинговый продукт с расчетом на то, что люди не понимают, что они берут, и думают, что волшебная коробничка будет снимать за них. Это поэтому я говорю, что она фуфло. Хотя в своем классе эта камера очень выгодная. Вот в позиции, в этом сегменте такая почти топовая камера для фотолюбителей, а я называю этот сегмент именно для фотолюбителей, потому что человек, который работает за деньги, он считает свои деньги. Ну, или ему их не лень потратить, просто так слить на новую игрушку, или же чаще для фотолюбителей. Понимаете, даже человек, который снимает за деньги, покупая себе эту игрушку, то есть я вижу просто два типа людей. Одни себе трезво дают отчет в том, что да, я просто купил современную камеру, потому что могу себе позволить, и мне нравятся новые навороты. Я понимаю, что ничего принципиального нового там нет, но могу позволить покупать себе классную игрушку. Вопросов нет. Вот тогда R6 не фуфло, это новая игрушка. Фуфлом она становится, когда начинают рассказывать, там другая матрица, 1DX, там очень жирный пиксель, там вообще, вообще космос, все другое. Вот R5 она просто слишком дорогая, поэтому надо взять R6. Это уровень... Я не знаю, как просто передать, вот как меня от этого идиотизма бомбит. Потому что R, R6, R5, да, там матрица, они чуть-чуть отличаются по динамическому диапазону. Причем реально отличаются именно R5. R6 и R, там эти разницы, вот столько, и они, вот их надо искать просто под лупой. Потому что у меня же были видео сравнения, я эту R6 уже в долю поперек обозрел, и я оставлю ссылки в описании. Так вот, с позиции практики, эта разница в матрице ни на что не влияет. Тем более, что эта разница там вот такая вот на долю накатка, на одну, не знаю, сотую долю шишечки между R, там, и R6. Ну, люди ж верят. Вот это новое сектанство, знаете. От Sony, о, великая камера, которая снимет за меня. От Micro, о, типа, я ни хрена не понимаю, но я член секты, все. Она тоже будет вот все снимать за меня. Я верю. Я верю, что R6 будет снимать за меня. Вот это неправильно. Но это, смотрите, я это говорил с позиции фотографа, потому что нужно разделять. Потому что, когда я пишу Canon R6 Foflo для фотографа, мне начинают писать, ну, там же, так, нужно очень... Щеки, щеки надуваются. Там 10 бит, 4, 2, 2, лог, все, все, улетели в космос. Если у нас побольше цифрок, мы улетаем сразу же в космос. При том, что я уже повторяю который раз, на Canon R лог вполне рабочий, несмотря на свои 8 бит. Можно снимать на R в логе. Другое дело, что на R6 объективно видео более резкое. С этим не поспоришь. Да, то есть я в своих сравнениях это показывал. Но вот эта разница в детализации этого 4К видео, это чисто про вашу хотелку, по большому счету. То есть это тоже не про реальную потребность. Не про надувание щек, что все, кино будет, новая камера, там все по-другому. Нет. Вам хочется получить детализированное 4К на полном кадре? Ну вот вы получаете. Хотя, знаете, меня удивило, что R6 перегревается больше, чем R5. Но не суть, потому что я не считаю, что полнокадровые 4К и кропнутые как-то принципиально отличаются. Сейчас вот вообще я на телефон снимаю, на видео. Но да, но это из серии, вот то, о чем я уже говорил, это из серии игрушки. Вам хочется 4К, чтобы оно было более резким. У вас, опять же, обязательно должен быть 4К монитор, потому что некоторые с Full HD мониторами наяривают на вот эти параметры. Это как бы немного странно. И эта история тоже про вашу личную хотелку, а не про объективную реальность. Не про то, что ваши видео произведут впечатление на клиента, или они больше просмотров наберут на ютубе. Ну, то есть, эти видео никак не объективно, не лучше. Но да, они более детализированы. И вы готовы за это платить, вы за это платите, и вы это получаете. Но без вопли о том, что все, купил R6 и снимает кино. Вот R, она вообще не для видео. Нет, R не для видео, потому что там 4.2.0, а не 4.2.2. Это просто несусветная глупость. Вот к чему я это веду. То есть, проблема R6 это зацикливание на параметрах. Это то же самое, что и было в эпоху Sony A7 III. Все топили, там же джойстик, там два сватокар памяти, матричный стаб, там лог, там вот все эти понты. Но на тот момент Canon, опять же, Canon на полгода опоздала, повторяю эту историю, для тех, кто не в курсе. Canon R вышла на полгода позже, Sony A7 III, и они за счет этого очень сильно потеряли большую часть рынка. И самое главное, что они перетянули на себя аудиторию вот этих дрочеров, которые ни хрена не понимают в съемке, но побольше параметров и все будет по-другому. Сейчас я получу кучу дизлайков на этом. Но сейчас, когда Canon выпустил аналогичную камеру, она по себе подмяла эту аудиторию, которую, еще раз, ни хрена не понимают в съемках, но там же дали новые циферки, и там все будет по-другому. И теперь Canon, конечно же, у них огромный рыночный сегмент. Они уже, по-моему, кстати, опередили Sony по капитализации, по продажам, по всему. Это, конечно, замечательно. Я болею за правильный бренд. И повторюсь, что в своем сегменте для тех, кто хочет слить 2500 долларов, ну, на уровне, я считаю, что это, ну, вот, Nikon и Canon. Ну, Canon, конечно же, лучше. То есть, да, в этом сегменте она лучшая, она классная. Но мой, не мой вопрос, а на хрена? Я считаю, что эти камеры очень дорогие. Так же, как и R5, которая у меня большую часть времени лежит без дела. То есть, я чаще снимаю на Fujifilm, который стоит значительно дешевле. Понимаете, в чем прикол? Вот, получаю резкое 4K-видео и все у меня с этим нормально. Но тут еще какой нюанс, что об этом, вот об этом всем, о чем я рассуждаю, можно так вот легко рассуждать и от чего-то отказываться, когда оно у вас есть, когда вы с этим наигрались. То есть, я могу легко говорить, что вам R5, R6 нафиг не надо, потому что у меня есть R5. То есть, могу себе позволить, потому что она там лежит без дела. И я уже для себя узнал, что разница, но если мы говорим о видео, я уже перешел к видеосъемку, между полнокадровым видео и кропнутым видео, ну вот такая вот, тоже на долю ногтя. То есть, где-то она видна, но так, чтобы на это наяривать и ради этого сливать на камеру на 2-3, сколько-то там, тысяч долларов больше, ну вообще не вижу смысла. Но понимаете, вы же это поймете, только когда у вас эти камеры окажутся в руках. А у человека, которого этого нет и который это выбирает, то он смотрит так снизу вверх на эти параметры, 4-2-2, лок, 10 бит, полный кадр, вот там точно. Точно сразу будут шедевры, то есть, вот купивший ее становится Стивеном Спилвергом, потому что у него крутая камера, у которой больше всего параметров. И фишка в том, что это понимание ненужности и бессмысленности вот этих сверх параметров, оно придет только тогда, когда вы это получите в руки. Только тогда. Вот в чем проблема эта. И люди, рассуждающие в комментариях, не, не, надо R6, там все будет по-другому. Но зачастую у них просто не было этой камеры, они не знают, что это глобально ничего не меняет. И даже те, кто себе ее купил, понимаете, одно дело иметь камеру, другое дело иметь опыт. То есть, чтобы раскрыть для себя полезность какого-то инструмента, насколько он нужен, не нужен, какие он задачи решает или не решает, нужно иметь опыт работы с какими-то задачами. Нужно понимать, как работают разные камеры. Я вот приведу еще один пример, возвращаясь к фотосъемке из моего опыта, что я чуть-чуть поснимал репортаж на Nikon D4, но совсем чуть-чуть, потому что держать это с 70-200 в руках меня надолго не хватает. Это очень тяжелое массивное комбо. Но с позиции функционала это отличная камера. То есть, я снимал комбо дзюдо, там реально движение в помещении, фокус отличный, функция 3D-трекинг мне очень зашла. То есть, вот у Canon такой фишки нет, но сейчас на беззеркалках по большому счету без разницы. Но какого года эта камера и какая она нетехнологичная по современным стандартам? О, ужас! У Canon такого же калибра есть единички, там 1D какие-то там, старые. Вы тоже на них можете отлично снимать спорт. Да и на 5D Mark III тоже можно снимать. Но это все, понимаете, это все можно понять, только ввяв их в руки и поснимав, имея этот опыт. И тогда можно сказать, что, а нахрен не R6, зачем мне сливать эти деньги? Ну, если вы ставите конкретную задачу, если вы ставите, а если у вас нет опыта и вы просто отталкиваетесь от того, что написано на сайте производителя, от того, с чем говорят в рекламных роликах, то, конечно же, надо брать самую крутую, надо вестись на все эти параметры. Когда люди заходят в магазин и говорят, мне нужно для предметки R6, мне нужно для ведения блога R6. У меня вопрос, зачем? Ну, можете купить кроп-камеру, отлично себя чувствовать и предметку снимать, и блог снимать. Ну, допустим, для репортажной съемки действительно полный кадр чуть-чуть лучше. Но для той же репортажной съемки вам совершенно не нужен матричный стаб, он ничего кардинально не меняет. Для той же репортажной съемки, ну, опять же, это знают только люди с опытом, что рабочих ISO и у старых камер предостаточно, тем более, что R6 там ничего нового не дает. Но мы сейчас к этому чуть-чуть позже перейдем по этим великим рабочим ISO. А то, ну, елки-палки, ну, если вы это все знаете, и почему я называю R6 Fuflo, еще раз скажу, потому что ее продажи базируются на незнании, то есть на том, что люди чего-то не понимают, не знают, но им вселяет ложную уверенность в том, что с новой камерой их фоточки станут принципиально лучше, или их видео станет принципиально лучше. Вот поэтому она Fuflo, потому что посредством таких камер людей обманывают и используют их предрассудки. Ну, в общем-то, на этом построена эта индустрия, но просто раньше этим активно занималась Sony, а теперь Canon. Ну, отличие, конечно, в том, что у Canon сама по себе камера хорошая, она рабочая, там, все на месте, никаких там глюков, она удобная, там, хорошо в руке лежит, поддержка всех объективов, у Canon RF оптики полным-полно уже, и дорогой, и дешевая. Те, кто рассказывает, что у Canon дорогая оптика, да елки-палки, ну, не знаю, отдельный ролик сделать, перечислить вам, сколько у Canon есть светосильных, стабилизированных объективов, на RF, на EF, с переходником, без переходника, если ставить какую-либо конкретную задачу, вы можете выбрать себе все, что угодно и отлично себя чувствовать, как с дебильным матричным стабом, так и без него. Но это если чуть-чуть вникнуть, потому что разговоры о том, что, допустим, на ту же R6 нет объективов, а на Sony объективы есть. Базируется на том, что человек не ориентируется в ассортименте объективов на ту или другую систему. То есть, объективов предостаточно, так же, как по поводу этого слуха, что, ну, это уже не слух, это есть ссылка, но есть статья, короче, на эту тему, что Canon отказала Viltrox в поддержке сторонних объективов, что они закрывают свои протоколы. Ну, неприятно, но не катастрофично, потому что они уже и на RF кучу объективов выпустили, бюджетных, но, сколько раз повторять, EF-оптика снимает не хуже. Просто выберите подходящий объектив и снимайте себе. С этим вообще нет проблем. Тем более, что, если мы говорим о видеосъемке, то у Canon эти переходники с ND-фильтрами, которых полноценно рабочих нет на другие системы, они работают именно с EF-оптикой. С RF эта фишка не работает. То есть, EF-оптика по-прежнему очень даже актуальна. Но аудитория R6 это тех, кому нужна самая современная и четкая камера, которая будет снимать за них. И, ну, как с этим бороться? Да никак. Хотя, я еще расскажу, что я не спорю с тем, что это очень хорошая камера именно в своем сегменте. Просто я не вижу смысла в этом сегменте как таковом. Но я об этом так рассуждаю опять же с позиции уже владельца R5. Что, а зачем оно надо? То есть, а зачем покупать R5, еще раз, вот эта глупость, R5 дорогая, поэтому надо взять R6. А зачем? Вот что другое, что другое. Ну, можно взять гораздо дешевле камеру и отлично себя чувствовать. И людям, конечно же, не нравится, когда я ругаю их любимую игрушку или которую они вожделеют или которую они уже купили. И я же ругаю не то, что она плохо снимает. Она снимает точно так же, как и предыдущие. Вот в чем фишка. Я ругаю в том, что, знаете, дополнительная стоимость не соответствует дополнительному какому-то мифическому качеству. Потому что идея в том, что вот там качество другое, это глупость. Но если мы откинем этот аргумент, то получается, что человек зря слил деньги, как-то обидно выходит. И с чего я начинал, что если у вас эти деньги есть и вы можете легко потратить, то покупайте в своем сегменте, в своем бессмысленном сегменте. Эта камера очень хорошая. Но с позиции выполнения реальных задач она смысла не имеет. Ну, вернее, она имеет тот же смысл, что и предыдущие модели, но при этом стоит значительно дороже. То есть, если еще раз подсуммировать всю мою тираду, то проблема RF6 в неоправданной высокой стоимости. Но с позиции производителя это логично. Они должны обновлять линейку, они должны на чем-то зарабатывать, чтобы эта индустрия держалась на плаву и чтобы существовал производитель. Потому что на какие деньги им тогда производить новые разработки, выпускать новые объективы, новые камеры. Чтобы все это держалось на плаву, должны появляться новые модели. Даже если они не выполняют никаких новых задач. Но об этом давно говорят, что фотоаппарат как фотоаппарат цифровой уже 10 лет. как умеет все, что должен уметь. И все. Но другое дело, что не все хотят это слышать. То есть я сейчас в руках держу Canon 100D, которая абсолютно не приспособлена к репортажной съемке. Это полная стойка. По автопокусу, по рабочим ISO эта камера действительно не годится для репортажа. Она 2013 года. Но 5D Mark III 2012 года вполне годится для репортажной съемки. Даже сегодня, даже о ужас, в 2022 году вы можете снимать репортаж на 5D Mark III и вам никто больше не заплатит за то, что у вас будет Canon R6. Представляете? А съемки, за которые реально платят больше, то есть съемки, которые полагаются не на крутость вашей аппаратуры, а на крутость ваших мозгов, так там вообще не важна какая камера. Потому что там важна идея и ее реализация. Но это уже другая история совершенно. Об этом я поговорю в других видео. А на этом мы будем завершать это видео. Подписывайтесь на мой канал, тех, кого не слишком сильно бомбит. И еще подписывайтесь на мой новый телеграм. Ссылочку я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. На этом всем пока. Продолжение следует...